Всем привет, с вами Евгений Марков и сегодня моим собеседником по многочисленным просьбам болельщиков станет Сергей Бузидович Ташуев. Сергей Бузидович, спасибо, что пришли. Да, добрый день. Сергей Бузидович, после сборов нас ждут выходные, все ребята будут восстанавливаться в банях, в массаже, вернутся к своим сеням, психологически тоже восстановятся. Как восстанавливаетесь после таких тяжелых сборов вы? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, не выходные, а восстановительные дни. Это важно. Да, немножко так другое совсем. Также у меня вот не восстановительные, придет домой в Москву, в квартире большой ремонт идет, поеду в дом, в снег, как и провел, типа, отпуск. Не буду книг охранять. Ну, пообщаюсь немножко с близкими, с младшей дочерью и женой. Старшая в Лондоне учится в магистратуре. Я очень ей горжусь. Вот закончу высшую школу экономики. Ну, побыть семьей и обратно работу. Где-то получается полтора суток плюс-минус. Выгуливаю свою любимую собачку, Тобис Мерседес, который стоит. Я выгуливаю, когда приезжаю, он стоит в гараже и скучает. Вот, никто не ездит. Выгуливаю его немножко, съезжу в домыслов, сюда прокачусь, сюда прокачусь, скажу, давай хоть немножко попыхнем. Вот. Все. Семья. Маленькие, маленькие дела. Как у всех. Восстановить после сбора в голову – это самое важное, потому что психологическая нагрузка на сборах самое сильнее даже, чем физически. Спасибо, я в этом не знал, но хоть и буду знать. Да. Сергей Будидович, многие спорят, какое упражнение вам больше всего нравится – горки или штанги? Потому что, когда мы бегали, вот команды замечали, когда бегали горки, такое ощущение, что вы получаете действительно эстетическое удовольствие от этого. Нет, просто я на штангу не хожу. Я раньше, когда начал с системы подготовки команд по функции. Функция – это значит сердце, так в двух словах, а работоспособность – это мышцы. Вот. И когда закончили высший школу тренера Советского Союза, тогда не было тренера по физпогготовке, а тренер главный должен был уметь все. Нас учили в силу, потому что главный и физик, он должен дать физпогготовку. Не было специалистов узкого профиля. В СССР было не принято так. Главные помощники – все. Вот. И нам давали методику, методик очень много. Я прошел за это эволюционное время. И силуяновскую систему – это и лягушки, и тумбы, и резинки. Что мы сейчас там делать ради резинки? Мы делали в 92-м году, покупали эти жгуты медицинские, на ноги привешивали друг к другу, и по 40 секунд от ведения-приведения – очень тяжелая работа, бакс-плотовка. Вот. А потом уже потихоньку система ломалась. Вот, когда дошли мы до этой штуки, это так называемые горки. И часто используют итальянцы. Недавно вчера сказали, что я общался с тренером, с твоим, кстати, бывшим молодежью сборной России. И, по-моему, если ошибаюсь, Бавария, что не построила у себя горки на базе. Когда-то как-то известного не буду. Ну, один из ключевых европейских, не итальянских. Итальянцы – это фишка, это их система. Хотя мы бы только когда это делал, начинал, я не знал об этом. Я случайно на сборах видел в Кисловодске горку такую крутую. Я говорю, да, побегаем в гору, на рывках. Побегали, выходим потом на поле, как понеслись. Я задал ученым вопрос – а почему такой эффект? И они потом разработали систему с дозировками, с паузами. То есть медленно-мышечные волокна – это длинная горка, так называемая, вынослись мышц ног, короткая, максимально-мышечная, быстрая мышечная волокна. У каждого человека есть медленно-мышечная волокна, также уваленная, и быстро-мышечная, от рождения. И чтобы знать процентность отношений, надо брать биопсию. Такой возможности нет. Но, примерно, мы знаем, примерно, футбол – нелегкая атлетика, где нападающая, защитник чуть медленнее, больше медленных мышечных волокон, натуральных – больше, быстрых мышечных волокон и так далее. Но горка, чем лучше она на природе, бегаешь, ты там походил, подышал воздухом, веселее. А штанга – это зал маленький, железо носило по себе, несмотребельное. А здесь собаки бегают, музыка играет, попил чайку, посидел. Конечно, она более приятная, но не очень приятная для футболиста, она более тяжелая работа. В двух словах. Поддерживаю неприятность работы, но, на самом деле, эта работа нужная. Надеюсь, что мы все испытаем прирост, так скажем, силы и всего остального в сезоне. Так, следующий вопрос. Болельщики нас часто спрашивают, что такое баскет-зона? Можете рассказать об этом специально, для них простым языком? Ну, простым языком – это баскетбол. Баскетбол есть правило – трехсекунд. Игрок вошел в трехсекундную зону, долго там не может находиться. Он выбегает из нее, освобождая пространство для владеющего мяча, он может врываться в кольцо. Или другой игрок, когда увидел, что он ушел, он резко включается в эту баскет-зону, пространство появилось, пас передачи под кольцо, и туда заносим мяч. В позиционной атаке, когда низкий прогиб оборотов соперника, между линиями долго располагаться нельзя, потому что вас контролируют, вас сжимают. Значит, надо кому-то отскочить, уйти из этой зоны, мы должны в баскет-зону, а другому войти. То есть, ломаешь структуру, игрок реагирует противника, ломаешь структуру и входишь, и сразу лицо к воротам можно искать проникающие варианты. Потому что позиционная атака – самая сложная в футболе. Куча игроков сзади, клубы великие, смотрим матч недавно, заметно, Реал-Мадрид-Шериф, когда Шериф играл в штрафной и Реал проиграл матч. Тысячу раз играет, 999 раз выиграет Реал. Один раз проиграл, потому что не смог расставить соперника при позиционной обороне из Кабулака. Вот в двух словах. Да, теперь мы знаем, что такое баскет-зону, уважаемые болельщики. По вашему мнению, у кого из игроков «Факела» есть тренерский потенциал? Ну, вопрос, во-первых, провокационный. Я могу ошибиться, а кто-то обидится. У тех, после тридцати, у всех есть тренерский потенциал, наверное, кто скоро заканчивает карьеру, к сожалению. Но если так уж честно пройтись по кому-то, сейчас подумаю. Здесь важно что? Психология, глубоко понимать самому игру это поле, как играть в футбол, коммуникация, педагогика. Вот если брать про фальпу, то что педагог. Так, Еракли нет, бесполезно, слишком много эмоций, хызыр нет, он слишком много молчит. Можем наглый по натуре, вот так, много рассказывает и не дурак, может, да. Марков раскрепощен, релакс тоже может. Ну и главное, что мозги, и главное желание еще огромное. Желание, самое главное. Вот это очень важно. Слово ключевое – одержимость. Это самое главное. Одержим профессии, я молодежим, я перблю кого угодно. У меня цели надо книгу написать. Из самых низов. Вот. Поэтому одержимость, да, это основа. Будем надеяться, что из игроков «Хакела» получится хороший тренер. Да, согласен. Так, следующий вопрос. Что вас мотивирует продолжать работать в футболе? Далеко не каждый тренер может похвастаться таким именно футбольным долголетием и продолжать при этом свое дело. Я сказал выше, одержим. Одержим. Да, я любой профессии, у меня дома спрашивают, кто за первым в офере мяч футбольный, а последний тоже футбольный мяч. Тогда, в принципе, да, ответили на этот вопрос. Следующий вопрос. Какие качества вы считаете ключевыми для футболиста, чтобы он подходил под вашу философию? Еще раз. Какие качества вы считаете ключевыми для футболиста, чтобы он подходил под вашу философию? Ну, оно ключевое под любой философию, интеллект. Коротко, емко, понятно. Назовите трех лучших игроков, с которыми вам когда-либо приходилось работать. Ой, много, трех маловато. Ну, если брать там мой личную работу, главного тренера, я много лет, но где-то несколько лет, условно, года 3-4 сезона и полусезона. Я работал с Тархановым, но там уровень был высокий, там и Андрей Тихонов, и Межалу Косымов, там Виктор Анопха, и Кончельский Андрей, и Валера Есипов, и кого-то. Ну, долго впечатляет. И Башманов, много ребят таких, Роберт Евдокимов, и Вася Кульков. Ну, да, большая была школа, во-первых, я понимал, я учился много тогда, находясь с Тарштейнером Федоровичем, и он мне много доверял, я ввел теории и так далее, и так далее. Ну, с ними, да, я понимал, что здесь другая психология, это не мальчик-ролик, он там под зад ногой дал, и все, тут по-другому разговаривать надо, и так далее, и так далее. А если брать сам свое, уже когда сам работал, из 90-х годов, начало 90-х, кого я воспитал, это Альберт Борзенков, играл потом в сборной России, защитник, с улицы взял его, условно. Там много ребят, сейчас вот ребята-трейдеры работают, Олег Фоменко, Мурат Исхаков, ЦСКА работают, если брать современное поколение, то я, конечно, трейдерал Ларшавиной, Павличенко в клубани, даже тоже в Белоруссии были сильные футболисты, которые работали со мной, тоже Филипенко сейчас работает, играют в Урале, ребята-сборники там, намного там, у меня в команде в Шахтюре было 6-7 сборной Белоруссии, которая еще была тогда на виду, более-менее нормальная, сейчас она слабовала, слабоватая. То есть трех таких назвать отдельно не могу, я слишком много, в том числе и факели, и Кудрюшок, Федя Брызгалов, ребята опытные, прошедшие школы, и другие, и тот же Марк, условно. Много футболистов было у Сергея Петербурга Юрьевича, и хороших, и плохих. Игроков сборной страны всех хватало, да. Так, следующий вопрос. Саша Ников, сам нашел его лично на перерыве. Игнашевичу рассказывали. Игнашевичу, Сережу, да, ну это, короче, список бесчисленных. Широков и так далее. Так, следующий вопрос. Наверняка у вас есть какие-то увлечения, кроме футбола. Расскажите о них, пожалуйста. Оно с детства, оно как бы, как я родился, футбол, музыка, так и продолжается. Футбол, музыка. Современная музыка, естественно, конечно, но со своим направлением. Это же не то, вы же джаз любите, да, вы нам говорили? По-разному. Нет, не только джаз, джазрок, джазрок, потому что другое. Хотя и джазовую вещь тоже слушаю. Ну, с детства это пошло, и сейчас у меня в машине там огромных, короче, дисков, в том числе и новых, и современных. В том числе, у меня сейчас дочь из Лондона привезла, условно, шесть дисков. Сейчас у нас, к сожалению, в Москве это тяжело найти. Раньше в «Мазухи вкуса» где, там, на Алексеевской магазинчик маленький, музыкальный, там привозили мне дорогие диски, там, нидерландские, японские, германские, там, американские, дорогие, качественные, очень новые исполнители, новые альбомы, там. Я, вернее, знал, что «Ди Пепл» до сих пор выпускает новый альбом, до сих пор, и очень много, каждого практически. Вот, она привезла мне там новое что-то, и особенно, когда сгорелась группа, новый альбом, очень хороший. То есть, вот я, как бы, меломан, и в школьном ансамбле играл, и на первом курсе, и в том числе и подрабатывал на свадьбах, с тем временем. Самое тяжелое было – лизгинка, она очень долго, и на Тавказе, неважно, какая свадьба, армянская, русская, неважно, значит, лизгинка присутствует. И, наверное, минут 15 барабанишь эти, уже невозможно, болят эти кисти рук. Вот, стоит, Саша Белинов расскажет, что на каком-то корпоративе после матча, по-моему, ну, после сезона, по-моему, в Белгороде, да, выиграли на барабане, и все футболисты офигели. Да, там три было барабанщика, трое, под «Файер-шоу». Такие барабаны не настоящие, а такие вот все. Они руками шарашили, втроем. Я пошел, убрал их троих, и один на трех начинал. Ну, уже, правда, было хорошее состояние. Да, что немаловажно. Да. Так, Сергей Бузидович, последний вопрос. Самый интересный. Сергей Бузидович, о чем вы мечтаете? О, цель. Как можно дольше работать главным тренером и что-то выиграть. Я, конечно, с Ахмата, я дали три года контракта с пятого места, самое большое достижение в Ахмате. За всю историю побил все рекорды в клуб. И я там, в числе, помогал в этом плане. И задача была попасть в тройку через год, условно. Но, к сожалению, так сложилось, что я ушел. Поэтому сегодня та же цель – это стараться в Чемпионате России. Сегодня, по крайней мере, к сожалению, только в Чемпионате России что-то выиграть. Какое-то призовое место или кубок. Я в Белоруссии стал чемпионом. Кубок выигрывал. В Лиге Европы дошел Датарина. Прошел три этапа. Я обыграл датский Эйсберг. Третий командан Дании. Шахтер Солигорский. Дания. Это как бы немножко 2-0-0-0 по двум матчам. То есть, как бы, эта цель потихоньку пришла. В Лиге чемпионов поучаствовал. Вот, но вот надо сейчас постараться что-то выиграть в России. Постараться, потому что цель есть. Ну, и как можно дольше работать тренером. Это очень важно, потому что уже возраст не критический, но зрелый. Для тренера, в принципе, уровень. Я тогда прочитал, что ушел из какого-то клуба английского, что ли, Вестбром. Не помню точно. Тренер, тот с фамилией забыл, 76 лет. Вот, к сожалению, покинул его, ну, Волли. 76 лет, я думаю, елки-палки, я бы рад был, 76 лет, у меня уволили. Я еще продолжала работать. Ему 76 лет. Не помню, известная фамилия, не боюсь ошибиться. Поэтому, ну, и ясно, что, чтобы дети мои, девчонки, они еще подростковые, там, студентка, магистратура лондонская, школьница, как лично состоялись. Вторая задача, все. Больше ничего, у меня все есть. Спасибо большое, Сергей Будидович. С вами был Сергей Будидович Ташуев и Евгений Марков. Спасибо. Спасибо, Женя, тебе за правильный лексикон и дикцию.